Я теряю зрение. В последнее время идея о том, что я могу полностью потерять возможность проводить время за любимым хобби или даже читать, заставляет меня задуматься о будущем и искать информацию о том, с какими проблемами я могу столкнуться, о чем сейчас вам и расскажу. Пока снежинки из живые и не такие, как все, но это диверсити и инклюзивности в играх, миллионы людей с ограниченными возможностями продолжают находиться за пределами игровой индустрии. Индустрии, которая может стать для них спасением. В этом видео я хочу показать вам, как должна выглядеть настоящая инклюзивность, в которой нет места лицемерию. С самого рождения я страдаю от прогрессирующей близорукости на оба глаза и сейчас практически ничего не вижу правым. Примерно так я вижу без очков, а вот так с ними. Каждый год зрение становится все хуже и хуже, что заставляет меня задуматься о будущем. Вместо чтения начать слушать аудиокниги или нанять горничную из влажных фантазий японских мангак. Если с аудиоконтентом проблем не возникает, то что тогда делать с визуальным и в частности с играми? В поисках ответа на этот вопрос я наткнулся на статью в великолепном паблике авторов To Be or Not To Be, которую и взял за основу своего расследования. Индустрия видеоигр растет с каждым годом. Разработчики стараются делать проекты так, чтобы они привлекали наибольшую аудиторию и каждый нашел в них что-то для себя. Но так уж получилось, что не у всех есть 10 пальцев, хороший слух или зрение, и несмотря на это они все еще хотят играть в игры. Многие геймдизайнеры это прекрасно понимают и всячески пытаются идти навстречу людям с ограниченными возможностями. Как ни странно, с частью инструментов, помогающих людям с проблемами слуха, мы сталкиваемся постоянно и даже активно их используем. Субтитры – самые распространенные из них. И если в кинематографе давно есть свои стандарты отображения текста на экране, то игровая индустрия все еще осваивается. Сегодня качество субтитров может разниться от проекта к проекту. Это может быть как понятный читаемый текст, так и нечеткие мелкие буквы и перегруженные предложения. Разработчики, кажется, начали понимать важность субтитров и стали добавлять настройки, что помогают решить проблемы с текстом. Банальное увеличение размера шрифта или возможность добавить фон тексту, позволяющий разглядеть буквы при любых условиях. Red Dead Redemption 2 по умолчанию использует белый крупный шрифт на черном фоне, чтобы его было удобно читать даже во время активного геймплея. В субтитрах Rise of Tomb Raider, помимо всего вышеперечисленного, еще и цветами выделяются реплики разных персонажей. А когда вопрос касается игрового окружения, на помощь нам приходят фиксирующие звуки субтитры. Классическим примером, реализующим данную функцию, является Half-Life 2. Почти все звуки в игре, от выстрелов и взрывов в бочер, дарева, зомби и битва стекла, имеют свое текстовое отображение. Однако субтитры далеко не единственный способ помочь. К примеру, в Minecraft и Fortnite во время диалогов и геймплея можно заглушить посторонние звуки или визуально отобразить их направление. Помечается все подряд, сундуки, выстрелы, шаги. Ну а жанр визуальных новелл и многие JRPG вообще богатое поле для людей с подобного рода проблемами. Такие игры сами по себе это книги в визуальной обертке и для их чтения или прохождения слух вообще не нужен. Проблемы с моторикой также становятся огромным препятствием для тех, кто захочет прикоснуться к играм, в том числе требующим от вас делать все быстро или максимально точно. Самое простое решение – дать возможность переназначить клавиши. Если на PC подобная функция перестала быть чем-то необычным, то консольные проекты нередко этим пренебрегают. Даже банальная возможность не зажимать кнопку во время прицеливания или отключить вибрацию невероятно облегчает доступность игры. Некоторые разработчики предоставляют особые, более гибкие способы решения этой проблемы. В слэшерах весь игровой процесс зависит от того, как быстро и хорошо ты выполняешь комбинацию ударов, используя различные кнопки. Однако в Devil May Cry 5 есть специальный режим, который делает все комбинации чуть ли не однокнопочными. Это позволяет насладиться эффектными боями, не напрягая пальцы. События с ограниченным временем также требуют от вас быстро принимать решение или по многу раз нажимать на одну кнопку, что вызывает определенный дискомфорт. В Marvel's Spider-Man можно как вообще отключить QTE, так и заменить нажатие на удержание кнопки. А вот Detroit Become Human в свою очередь не очень хорошо обходится с людьми с проблемами моторики. В игре, которая скорее кино, часто приходится манипулировать стиком или самим геймпадом. Пускай они и придают глубину погружения в происходящее, но вызывают немало сложностей для людей с ограниченными возможностями. Ситуацию усугубляет и то, что от подобных элементов нередко зависит продолжение всей истории, а не вовремя нажатая кнопка может испортить прохождение. Но что делать, когда проблемы с движениями куда серьезнее? Спасательным кругом в такой ситуации становятся специальные контроллеры, помогающие людям с разной степенью поражения опорно-двигательного аппарата, начиная от ДЦП и заканчивая полным параличом. И чем сложнее технология, тем дороже стоит сам контроллер. Самый доступный на данный момент это Xbox Adaptive Controller от компании Microsoft по цене в 100 долларов. А вот самой прогрессивной и сложной по моему мнению сейчас является система Quad Stick FPS, позволяющая управлять игровыми устройствами мышцами рта. Однако человек может быть ограничен не только физически. Не стоит забывать и о тех, кто испытывает проблемы с памятью, восприятием, формированием понятий, решением задач, воображением и логикой. Во многом способы помогать таким людям совпадают с теми, что мы уже разобрали. Здесь все решает правильная подача информации через визуал, звук и текст. Любая современная экшен-рпдж, как Ведьмак 3, подробно расписывает поставленную перед игроком задачу. А в ремейках Resident Evil 2 и 3 в записках выделяются ключевые слова. Этим приемом сейчас пользуются многие геймдизайнеры. Так игроку сразу становится понятно, что конкретно ему нужно искать или сделать. Хорошим шагом навстречу людям с плохой обучаемостью или памятью будет сделать возможность посмотреть, за что отвечает каждая кнопка. Большинство RPG это игры, которые полностью завязаны на диалогах. Здесь вам нередко приходится следить за тем, что и как говорит ваш собеседник. Если же из-за проблем с памятью игрок что-то забывает, то на помощь приходят текстовые логи, содержащие все реплики героев. В Deus Ex, Pillars of Eternity, Divinity Original Sin 2 и других более-менее серьезных проектах такая возможность присутствует. А вот разработчиком Persona лишь спустя 4 игры пришла в голову мысль добавить текстовые логи. Благо теперь они там есть. Пожалуй, самую интересную реализацию режима помощи игрокам с ограниченными возможностями предлагает платформер Celeste. Здесь вам позволяют полностью настроить игровой процесс под себя, сделать бесконечную выносливость, рывки и даже менять скорость самой игры. При этом разработчики прямым текстом говорят, что игра задумывалась быть сложной, но они не могут не предоставить помощь тем, кому она действительно нужна. Хоть звук и является неотъемлемой частью любой игры, по своей важности он уступает визуальной информации. Благодаря субтитрам и различным индикаторам, слабослышащие люди вполне себе могут наслаждаться любимыми проектами. Но что делать тем, кто испытывает проблемы со зрением? Причем в этом случае проблем существует куда больше, а способов их решения гораздо меньше. Начиная с близорукости и дальнозоркости и заканчивая чувствительностью к свету и мерцанию. Интерактивные развлечения полностью завязаны на визуальной составляющей, отчего опыт здоровых людей и людей, у которых, скажем, наблюдается цветовая слепота, может заметно отличаться. Здесь на плечи геймдизайнеров ложится еще больше ответственность, ведь под каждый проект нужно придумать собственные решения. Существует аж три вида дальтонизма, которые затрагивают восприятие зеленых, красных, синих и желтых оттенков. При разработке игр геймдизайнеры нередко используют цветовые маркеры, которые на подсозательном уровне направляют игрока, зеленый цвет у союзников и красный у врагов. Вот только что дело человеку, который не может отличить красный от зеленого. В Overwatch вы можете самостоятельно выбрать цвет, которым помечаются ваши цели, союзники и враги, а в большинстве других современных проектов есть специальные режимы, которые конвертируют цвета в зависимости от выбранного игроком типа расстройства. Интересным решением на уровне ключевых механик обладает головоломка Хромоган. Она полностью завязана на использовании разных цветов и их комбинаций, что могло стать огромной проблемой для дальтоников. Разработчики креативно решили эту проблему. Каждому цвету соответствует своя фигура, и при смешивании двух цветов соответственно совмещаются и эти фигуры. С другой стороны, Bethesda допустила ошибку при работе над режимами для людей с дальтонизмом, создав лишь симуляцию цветовой слепоты. Так было в Doom 2016. Настройки могли дать представление о том, как видят игру люди с этим расстройством, но уж точно не помогали им. В идеале, предоставляемая игроку информация должна подаваться не только через цвет. Направить игроков можно правильно расположенным освещением, а различные неигровые персонажи должны иметь свои отличительные черты. Отличным примером стала The Last of Us 2, которая предоставляет огромное количество способов помочь людям с ограниченными возможностями. И несмотря на все минусы игры, далеко не интересный геймплей и прогнутый подожживый жопу, можно с уверенностью сказать, что сейчас в плане инклюзивности новинки Nighty Dog нет равных. В игре присутствует более 60 настройок доступности. Один из наиболее необычных среди них специальный режим контрастности для тех, кто имеет особо тяжкие проблемы со зрением. Он также имеет свои настройки. Вы можете слегка выделить интерактивные предметы или сделать так, что каждая группа объектов окрасится в определенный цвет. К сожалению, визуальная составляющая в играх все же слишком важна, из-за чего полностью слепым людям практически невозможно насладиться геймплеем. Однако, если звуковой дизайн достаточно хорош и может передать всю нужную для игрока информацию, то это заметно упростит ему жизнь. Все в той же The Last of Us 2 есть ряд настроек, направленных на звуковое обозначение разных элементов геймплея. Различные игровые механики имеют собственный сигнал, обозначающий то или иное действие, которое вам нужно совершить. Чем лучше саунд дизайн игры, тем она доступнее для слабовидящих игроков. И все же сделать на 100% доступную игру попросту невозможно. Об этом говорят даже те, кто непосредственно консультирует и помогает разработчикам в этом направлении. Людям с ограниченными возможностями всегда приходится искать свои пути взаимодействия с окружающим миром, и во многом это справедливо и к видеоиграм. Все, что разработчики могут, это лишь помочь им получить максимально приближенный к задуманному игровой опыт. Этот труд далеко не самый простой. Несомненно, для того, чтобы геймдизайнеры развивались в этом направлении, нужно каким-то образом указывать им на ошибки, которые они допускают во время разработки. Поэтому на проблему доступности с каждым годом обращают все больше внимания. Разработчикам предстоит еще немало поработать, и если каждый из них подумает заранее о том, как в их проекты будут играть люди с ограниченными возможностями, мы станем намного ближе к тому, чтобы в игры смог играть каждый. Однако сейчас в этой сфере сделано куда больше, чем, скажем, 10 лет назад. Способы, о которых я рассказал, не устоявшиеся стандарты. Индустрии еще предстоит понять, как работать над своими проектами, чтобы они стали более доступными. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, это очень поможет в развитии. Будьте здоровы, комрады! Субтитры создавал DimaTorzok